Северодвинец упал с крыши гаража. Спасателей вызвали из ГСК «Ромашка» на Никольской 5. Они с помощью альпинистского снаряжения спустили мужчину и транспортировали к машине скорой. Мужчина получил травму таза. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Сегодня днем произошло ДТП на площади Пашаева в Северодвинске. Участники аварии не пострадали. Повреждены лишь автомобили – «Шевроле Круз» и «Отечественная Лада». По словам водителя отечественной легковушки, он двигался по проспекту Ленина. Уже заехал на круг, когда с ним столкнулась иномарка. Она направлялась в сторону улицы Гагарина по Первомайской. А обоим водителям предстоит дорогостоящий ремонт. А водитель этого автомобиля не справился с управлением. Накануне около 7 утра на 11-м километре трассы Северодвинск-Архангельск 27-летний водитель автомобиля «Ситроен» допустил наезд на световую опору. В результате аварии у водителя ушиб грудной клетки, разрыв печени, сотрясение головного мозга. Два его пассажира также получили различные травмы. У водителя нет права управления автомобилем. За бесправную езду он уже пять раз привлекался к административной ответственности. С 15 июля вступили в силу изменения в уголовном кодексе. Теперь значительным считается ущерб от 5 тысяч рублей. Однако в ходе прокурорской проверки в полиции установлено, в некоторых уголовных делах занижена квалификация преступления. К сожалению, имеет место факты занижения квалификации. Но эти факты сейчас в настоящий момент, скажем так, обнаружены. Также при оценке значительности нужно принимать во внимание стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы или пенсии, а также доход членов семьи. Если человек, обратившийся в правоохранительные органы, считает, что ему был причинен именно значительный ущерб, он должен настаивать на этом и отразить свою позицию в необходимых документах. Редактор субтитров А.Семкин